Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами видео с покупками из магазина FixPrice И вот такой большой пакет у меня Честно признаюсь, в основном здесь все для декора и для переделок Поэтому если вы надеетесь увидеть здесь какие-то продукты, косметику и так далее То нет, это не та история совершенно Я буду показывать именно покупки И пожалуй первая покупка, которую я вам покажу Вы ее можете видеть прямо на заднем плане Я крупным планом сейчас покажу вам поближе Я часто вижу похожие идеи на пинтерест И даже в инстаграм, в интерьерных фотографиях достаточно часто мелькают подобные сумки Выполнена она из мешковины, судя по всему Но так классно сочетается с живыми растениями, с сухоцветами Еще ее можно использовать функционально, как я уже говорила Например, что-то там размещать, какие-то предметы Но мне очень нравится, как качественно выполнена эта вещь И девчонки, если увидите где-то, то присмотритесь Выглядит очень стильно, интересно, необычно и очень современно и актуально Вот столько много комплиментов можно для одной сумки придумать Реально шикарная вещь, просто нравится невероятно Я считаю, что эти сумки просто великолепны Я уже показывала их в обзорах на именно полочки магазина И выбрала такую для себя Но вот знаете, если честно, сейчас жалею, что не купила две Их очень быстро раскупили, а они прекрасно смотрятся в интерьере Это такой, знаете, небольшой акцент, который можно использовать и как для цветов У меня сейчас там находится моя любимая орхидея И, кстати, часть веточек у этой орхидеи тоже из магазина FixPrice, а часть живые Дело в том, что орхидея цветет не весь год, не постоянно А где-то три месяца цветет, потом отдыхает какое-то время и снова цветет Мне повезло, в летний сезон она зацвела Но есть три веточки, и она выглядит немножечко так, как бы, так сказать, реденько А вот такие веточки добавляют ей объема и пышности У меня часто спрашивают, что у вас за орхидея такая на заднем плане Так вот, я вам говорю, это живая орхидея, но с веточками FixPrice Очень не напоминают ее При ближайшем рассмотрении, конечно, понятно, что там какие-то искусственные Но вот издалека она выглядит очень реалистично И вот сумка, эта очень мне понравилась Она, плюс ко всему, еще внутри обработана Вы можете посмотреть какой-то влагоотталкивающий слой То есть она непровокаемая Шикарные сумки, классного качества Если у вас в магазинах они еще продаются, настоятельно рекомендую, присмотритесь Они круто смотрятся в интерьере Можно ее, например, в ванной комнате туда разместить И там какие-то складировать, не знаю, ароматизаторы, туалетную бумагу, полотенце там и так далее Можно в кухонной зоне разместить И там какие-то вот мелкие предметы складывать запросто И все это будет выглядеть очень стильно и красиво Я очень довольна покупкой Следующая покупка, это скорее с перспективой на переделку В магазине появились вот такие вот фоторамки Я в последнее время вижу, что... Часто в магазине FixPrice появляются пластиковые фоторамки и так далее Но знаете, если честно, вот чем дальше, тем меньше меня привлекают именно пластиковые фоторамки Мне нравятся металлические со стеклом Мне нравятся под дерево такие красивые выполненные Ну то есть как бы мне нужна другая фактура Возможно, поэтому я не обращаю внимания на все остальное Но вот здесь мне нравится в целом сама задумка Потому что фоторамка сделана таким образом, что здесь все как бы вот на таких клипсах Интересно смотрится Сюда можно разместить любые фотографии Можно поменьше, можно побольше И это по сути такая вот фанера на самом деле Из нее вот это все выпилено Я даже понимаю по какой технологии То есть это скорее всего на лазерном станке все выпилено Здесь хорошая толщина И в целом себестоимость, конечно, этой вещи не такая большая Но в целом, знаете, за 199 рублей вот такую деревянную рамочку приобрести Мне кажется, очень классно Ее можно разместить в детской комнате над кроваткой, например Либо на комоде и сюда закрепить какие-то детские рисунки Ее можно закрепить на стене Можно просто поставить на полке Сюда какие-то памятные фотографии Либо можно, не знаю, какие-то понравившиеся вам картинки из журналов В общем и целом Я не считаю, что эта фоторамка очень вписывается в коллекцию Африка Потому что как-то вот для меня, например, вот это больше, наверное, прованс Вот эта вот форма окна Но ее можно классно декорировать Это шикарная основа именно для декора Новогоднего декора Сюда можно будет какие-то веточки еловые прикрепить Игрушки повесить, подвесить Ну, в общем, масса вариантов То есть это такое поле для деятельности Я решила, что искать такую специально мне не хочется А вот именно в готовом варианте за 199 рублей Мне кажется, это прям классно Девчонки, я не могла уйти из магазина без вот этих вот симпатичных ящичков Я вам больше скажу, я за ними гонялась Я ждала, когда их привезут Есть еще одна расцветка, покажу вам здесь И я считаю, что это, опять же, очень крутая вещь для декора В интерьере они смотрятся невероятно стильно и круто Девчонки мне писали, для чего их покупать Что в них размещать, да что угодно на самом деле Один из вариантов, если говорить о функциональности Это как раз на кухне, под какие-то кухонные принадлежности Для декора в моей кухне отлично вписываются подобные ящички Они и функционально, и красиво выглядят Кстати, вот эту мельницу я тоже покупала в магазине FixPrice Мне кажется, такие вещи прям притягивают на себя внимание И хочется рассматривать, разглядывать, что еще стоит на столе Поэтому мне кажется, отличный вариант для декора Начиная от бумажных салфеток, каких-то мелких принадлежностей Карандаши, там и принадлежности для рисования для детей Если вы будете размещать в детской комнате Журналы, если это где-то в гостиной На самом деле, эту идею мне подали девчонки Когда в Инстаграм я опубликовала пост И, знаете, я согласна, что именно для журналов каких-то Конечно, формат нужен чуть поменьше Например, знаете, такие небольшие журналы типа Cosmopolitan подойдут И в целом сюда можно ведь размещать не только журналы Но и любимые книги, ежедневники И где-то рядом с кроватью поставить такой ящичек И всегда знать, что там есть какая-то любимая литература Либо нужные необходимые вещи для записей Смотрятся они, повторюсь, стильно, интересно, необычно Поэтому, да, точно заслуживают вашего внимания однозначно Какие-то, не знаю, предметы для, например, творчества Да что угодно Они в целом смотрятся очень стильно Обратите внимание, здесь красивые такие вот надписи Мне очень понравились, прям шикарно смотрятся Еще один вариант использования, это, например, в ванной комнате Можно сюда поставить как какие-то сухоцветы Либо искусственные цветы И прятать, например, вот освежитель воздуха запросто Выполнены они, к сожалению, не все качественно Вот я только домой, когда пришла, увидела, что у меня на втором ящике вот такой вот косичок Поэтому, когда вы будете выбирать, обязательно осматривайте внимательно Для того, чтобы убедиться, что все в порядке Но в целом, мне кажется, сама по себе конструкция очень классная Что касается стоимости, опять же, на мой взгляд, она вполне обоснованная И не такая уж и кусачая для таких вот ящичков Они не слишком крупные, не слишком маленькие Если, к примеру, вот так вот где-то установить, тоже достаточно компактно размещаются Но я бы, конечно, вот этой вот лицевой стороной их разместила Классные Мне понравились, с удовольствием купила Я даже подумываю, может быть, стоило взять еще один Размышляю над этим вопросом В магазине FixPrice вы найдете еще одну расцветку Выглядит она таким образом И, мне кажется, она идеально подойдет Для оформления интерьеров детской Если несколько таких ящичков рядом поставить Они будут смотреться очень эффектно Присмотритесь точно Еще Я повторно купила себе вот эту вот самоклейку Мраморную Я уже вам показывала ее в покупках как-то ранее В одном из видео И показывала даже, куда применила Я делала вот эти вот ящички Позади меня у меня есть видео с мастер-классом Размещу здесь ссылочку И я использовала эту самоклейку там Если сравнивать ее с той, которая продается в Leroy Merlin То отличие небольшое в целом Здесь внутренняя сторона абсолютно белая Без какой-либо разметки Как, например, есть бумага в Leroy Merlin самоклейка Там есть разметка Она удобна, когда вы нарезаете, например, на какие-то детали У этой вот вариации, к сожалению, нет Но по качеству она совсем не уступает Достаточно клейкий, хороший слой Размер ее 2х60 Мне рулона хватило, чтобы обклеить два вот таких вот ящика Я, кстати, еще один сделала Вот И еще я обклеивала пару коробок То есть как бы намного хватает Классно Цена 199 рублей Я думаю, вполне оправданная Хорошего качества Присмотритесь Бумага классная Далее К нам в магазин снова наконец-то завезли вот эту вот клейкую ленту Мне когда-то девчонки посоветовали ее приобрести Для того, чтобы зафиксировать коврик на полу Хлопковый, чтобы он не скользил И знаете, я тогда купила один рулон Но потом пожалела, что один Потому что он расходуется, конечно же И это очень классная вещь Реально классная Это вот такая вот абсолютно прозрачная пленка Не знаю, скотч, она двусторонняя И клейкая лента двусторонняя, да Здесь ширина вот этого рулона 3 сантимета Здесь 1 метр в каждой Я взяла в этот раз целых 2 Стоимость 1,77 рублей Они крутые Я вам настоятельно рекомендую Для того, чтобы зафиксировать какие-то любые, не знаю, вещи Супер вещь Просто супер Я довольна И надеюсь, что будут регулярно привозить их Дальше Я никогда не ухожу без упаковки клеевых стержней Из магазина Fixed Price Они там стоят всего 55 рублей Я считаю, что это очень выгодно В других магазинах гораздо дороже На этот раз еще прикупила себе батарейки алкалиновые Цена, по-моему, 55 рублей всего Опять же Сильно не скажу, что прямо довольна качеством Но они пригождаются для разных игрушек Мы пробовали раньше покупать аккумуляторные батарейки Но они тоже быстро выходят из строя Поэтому, ну вот как бы Тем более, что у мужа на работе есть специальный приемник Для утилизации этих батареек отработавших Поэтому я не беспокоюсь о том, что мы загрязняем окружающую среду То есть все это утилизируется правильно Далее Как бы мне девчонки не писали о том, что не стоит покупать Вот из этой коллекции ничего Потому что здесь содержится меламин Достаточно ядовитый компонент В составе Ну, собственно говоря И, как это называется Диоксид титана Тоже мало полезного Но в целом Я все равно собираюсь его переделывать Использовать для пищевых продуктов я не буду У меня есть задумка совершенно другая Поэтому я позже вам обязательно покажу, как переделала В целом мне нравится форма Потому что он не слишком крупный Это такой как бы поднос Да, поднос Размеры его 30 на 16 И это отличный вариант Именно, наверное, для ванной комнаты Если его правильно задекорировать То можно использовать для, например, вот баночек, бутылочек И все это Ну, в общем, для организации хранения Я думаю, вы поняли Девчонки, еще одну классную покупку хочу вам показать Это вот такие вот подвесные кашпо Я знаю, что многие не обращают на них внимания Абсолютно зря Знаете почему? Потому что это отличная как декоративная, так и функциональная вещь Ну, спросите себя Как часто вы видите металлическое кашпо подвесное За 149 рублей Ну, серьезно Я знаю, что в магазине IKEA есть нечто похожее Но там, мне кажется, емкости чуть поменьше Запросто можно это кашпо разместить на кухне, к примеру Подвесить его на рейл Как я и говорила В этих кашпо запросто можно разместить какие-то красивые растения У меня сейчас искусственные суккуленты, но мне кажется, что и они выглядят здесь очень к месту Если говорить об оттенке, то, наверное, для интерьера моей кухни Больше бы подошел черный вариант И, как возможно, я перекрашу позже это кашпо в черный цвет При помощи спрей-краски Но мне нравится все равно, как он смотрится Здесь можно разместить ароматную лаванду, например И также это будет смотреться очень интересно И функционально, кстати, в том числе Так что мне эти кашпо нравятся очень Сюда можно разместить какой-то красивый цветок Либо, если использовать функционально, то свернуть сюда какие-то полотенчики красивые Салфетки положить Ну, не знаю, массу всего интересного То есть по-разному можно их и декорировать, и использовать Мне очень понравился цвет именно такой вот пыльно-серый Там есть еще другие Довольно буду использовать Покажу, как